Добрый день! Сегодня мы будем оперировать Ценку 59 лет с недостаточностью митрального клапана. У нее относительно небольшие размеры сердца, но недостаточность митрального клапана значимая. При этом недостаточность условлена отрывом хорды к второму сегменту передней створки митрального клапана. Мы рассчитываем сделать реконструктивную операцию на митральном клапане. Операция будет без применения стернотомии, то есть грудная клетка не будет открываться из малоинвазивного доступа. Добрый день! Не пилить грудину, не открывать грудную клетку, как раньше это делалось классически. Используется система периферического искусственного кровообращения. Тогда искусственное кровообращение подключается через гедренную арту и гедренную линию. Это позволяет не открывать грудину, а зайти только локально сбоку для выполнения операции. То есть на этом доступе, как такового мы сердца не видим, мы видим лишь его часть. Вот кусочек предсердия. При этом искусственное кровообращение осуществляется с помощью эриферической вена, эриферической артерии через бедро. У всех метральных больных наряду непосредственно с вмешательством на клапане всегда оно дополняется амолопластикой кольцом. Данное кольцо, профиль 3D, метрониковское, 28-го размера. Женщина маленькая, как раз оно и подойдет. Состояние после пластики нейтрального клапана был пролакс, сейчас нет пролаксов. Все створки, все части, сегменты створок находятся в пределах фитросного кольца. Никакая часть не вываливается в левое кольцовое. Поставлено кольцо, которое дает гиперакрогенную тень. И створочки, которые немножко как бы ограничены в движении, но по градиенту получается сам-то нормально. Средний градиент 4 мм. Вот мы закончили операцию, поставили кольцо, пришили на его хорды передней створки. И на сходе до операции была недостаточность третьей степени. После операции мы недостаточности фактически не получили, и градиент 4. Очень неплохой результат. И пациентка останется без необходимости пить прямо антикоагулянтов. Фактически плавно установлен в метрале.